Привет всем! Меня зовут Егор, вы на канале Deutsch mit Jeho. Наша сегодняшняя тема — это Artikel-Wörter, то есть слова, которые ведут себя как артикли. Хочу вернуться немного назад к уроку о склонении имен прилагательных. Ссылку на этот урок вы можете видеть вот сейчас в углу, а также в описании к ролику. В этом уроке я рассказывал об окончаниях имен прилагательных, то есть слов, которые отвечают на вопрос «какой», «какая» и так далее. И мы уже сами знаем из этого урока, что прилагательные могут получать разные окончания в зависимости от рода, числа и падежа, имени существительного, а также от того, используются ли они после определенного или после неопределенного артикля. В том уроке я вскользь вспомянул, что есть слова, которые ведут себя как определенный артикль. Это, например, указательное местоимение «diese» — «этот», например, «diese kleine kind» — «этот маленький ребенок», или слово «alle» — «все». «Alle kleinen Kinder sind dieses» — «все маленькие дети милые». Соответственно, когда мы используем слово «diese» или «alle», мы идем в таблицу склонения прилагательных с определенным артиклем, чтобы узнать, какое окончание подставить к прилагательному. Сейчас вы видите таблицу на экране. Как видите, после определенного артикля прилагательное в номинатив единственное число получает окончание «э», поэтому в нашем примере мы говорим «diese» — «s kleine kind», а во множественном числе окончание везде «en», поэтому во втором примере мы говорим «alle kleinen kind». Помимо «diese» и «alle» существует еще несколько слов, которые ведут себя как определенный артикль. Именно о них мы сегодня и поговорим. И да, раз славы ведут себя как определенный артикль, то и получать свои окончания не будут от определенных артиклей. Если определенный артикль был «der», то и слово «артикль» будет «diese», а если артикль «die», то и «artikelwort» станет «diese». Ну что же, хватит предисловий, давайте начинать. И первое слово, с которым мы начнем — это «jeder» — «kаждый». Например, «jeder erwachsener Deutscher spricht Deutsch». Каждый взрослый немец говорит по-немецки. То есть наше имя существительное — «deutscher», мужского рода, и в этом предложении отвечает на вопрос «кто? что?». То есть стоит в номинатив. Так как «jeder» ведет себя так же, как и определенный артикль, то мы пользуемся таблицей для определенных артиклей. Сопоставляя определенный артикль, мужской род и номинатив, мы можем обнаружить, что прилагательное получает окончание «je». «Jeder erwachsenen». Следующее такое слово — это «jena» — «tot». «Jene jungen Menschen stehen um die Ecke». «Те молодые люди стоят за углом». Здесь, кстати, проявляется то, о чем я говорил выше. Имя существительное во множественном числе, определенный артикль для такого случая был бы «die». Вот мы подставляем окончание «je» к слову «jene». И говорим «jene jungen Menschen», как бы мы говорили «die jungen Menschen». Далее у нас идет вопросительное местоимение «welche», «какой». «Welche jungen Frauen hast du gesehen?» «Каких молодых женщин ты видел?» Следующее слово — это «manche», «некоторые». Все то же самое. «Manche guten Weine kosten nicht zu viel». «Некоторые хорошие вина стоят не так дорого». А в единственном числе «manchere» — «guter Wein muss nicht viel kosten». «Некоторые хорошее вино не должно стоить дорого». И последнее, шестое слово — это «zolche». «Zolche guten Bücher muss man lesen». Такие хорошие книги нужно читать. Либо же «zolche z gute Buch muss man lesen». Такую хорошую книгу нужно читать. Это были слова, которые ведут себя как определенные артикли и могут использоваться как в единственном, так и во множественном числе. А еще есть и слова, которые могут использоваться только во множественном числе. Одно из таких слов — это «alle», «все». Я поминал его уже выше, но давайте вспомним его еще раз. «Alle kleinen Kinder müssen in den Kindergarten gehen». «Все маленькие дети должны ходить в детский садик». Прилагательное «kleine n» получает окончание «en», как будто мы используем его после определенного артикля. «Die kleine Kinder müssen in den Kindergarten gehen». Мы помним, что после определенного артикля для множественного числа все прилагательные получают окончание «en». Следующее такое слово — это «beide», «оба». Например, «beide guten Freunde» — «оба хороших друга». И последнее слово из этой категории — это «semtliche». Оно, по сути, тоже означает «все». «Semtliche guten Werke sind auf Deutsch geschrieben». «Все хорошие работы написаны на немецком». Помимо этого, во множественном числе прилагательные будут получать такие же окончания, как и после определенного артикля с отрицательной частицей «kein» и притяжательным местоимением «mein dein sein» и так далее. То есть мы будем говорить «deine guten Freunde», «keine schlechten Noten», «meine schönen Schuhe» и так далее. «Keine» — предназначительное местоимение — не относится к «artikel-Wörter», но так как во множественном числе у прилагательных с ними такие же окончания, как и у «artikel-Wörter», то я решил, что будет не лишним их также здесь упомянуть. Что же, теперь переходим к группе слов-артиклей, кардинально отличающихся от первой группы. Если слова из первой группы вели себя так же, как и определенный артикль, то слова из этой группы будут вести себя как нулевой. Есть определенные категории имен существительных, которые употребляются без артикля. Это имена собственные, разные материалы, еда, абстрактное понятие и так далее. Вот все эти слова-артикли из другой группы, о которой мы сейчас будем говорить, используются именно с такими именами-существительными. И вот, кстати, табличка, на которой видно, какие окончания получают имена прилагательные в таком случае. К таким словам, которые ведут себя как нулевой артикль, у нас относятся wenige, немногие, wenige reiche Menschen essen bei McDonald's. Немногие богатые люди едят в Макдональдсе. Видите, прилагательное reiche получает просто окончание e, а не en, как это было бы после артикль ВОТа из первой группы. Следующее наше слово это einige, некоторое. Einige kleine Kinder können noch nicht sprechen. Некоторые маленькие дети еще не умеют разговаривать. Дальше у нас идет слово mehrere, различные. Ich habe mehrere interessante Bücher gelesen. Я читал различные интересные книги. Следующее слово, ätliche. Оно также переводится как некоторое. Wir haben ätliche, alte Kollegen getroffen. Я встретил некоторых старых коллег. И последнее слово это viele, многие. Viele junge Leute reisen gerne. Многие молодые люди путешествуют с удовольствием. Все вышеперечисленные слова, кроме wenig и viel, могут употребляться только во множественном числе и являются артикль ВОТа. Посему сами склоняются по аналогии с определенным артиклем. Einige kleine Kinder – это номинатив. Einige kleine Kinder – это аккузатив. Einige n – kleine n – kindern – это датив. И einige r – kleinen kindern – это генатив. Здесь давайте еще раз все подсуммируем, чтобы не запутаться. Артикль ВОТа из первой и второй группы отличается тем, что слова из первой группы заставляют склоняться прилагательное после себя, как будто после определенного артикля, а слова из второй группы, как после нулевого. Но при этом сами артикль ВОТа из первой и второй группы изменяются так же, как и определенный артикль в зависимости от рода, числа и падежа. Будет у нас имя существительное мужского рода в номинативе, мы будем добавлять к артикль ВОТа окончание – e-r, так как определенный артикль у нас – d-r, то есть diese, r, jede, r, jene, r, welche, r, manche, r, solche, r. А будет у нас множественное число в дативе, будем везде добавлять окончание – e-n, так как определенный артикль у нас – den. То есть diese, n, jene, n, welche, n, manche, n, solchen, alle, n, beide, n, wenige, n, einige, n, mehrere, n, viele, n и так далее. Также хочу заметить, что такие слова, как филь и веник могут использоваться в единственном числе с неисчисляемыми именами существительными, то есть мы можем говорить много или мало времени, или много или мало еды, к примеру. В таком случае эти слова являются не артикль ВОТа, как многие думают, а простыми числительными, и склонять их не нужно. То есть когда мы говорим много времени, то мы говорим просто «филь цайт». Слово «много» представляет из себя числительное, отвечающее на вопрос «как много». Поэтому никаких окончаний слово «филь» не получает. Мы говорим «филь цайт», а не «филя цайт». Это важно, ведь многие изучающие не учитывают этот момент. Что же, на этом все. Надеюсь, вы не запутались по ходу объяснений. Чтобы понимать эту тему, важно знать, как работает склонение прилагательных после определенных и неопределенных артиклей. Если у вас возникли сложности с этой темой, то попробуйте пересмотреть урок номер 22 «Склонение имен прилагательных». Ну а на сегодня у нас все. Подписывайтесь на канал, ведь следующее видео выйдет уже через несколько дней. А еще напоминаю, что к урокам я готовлю упражнение, ссылку на которое вы найдете в описании под видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok